Друзья, Вилфер достаточно много рассказал про цифровую трансформацию, много упоминал в нас в центре. Я кратко попытаюсь уложиться во время и не брать время у предстоящего докладчика. Значит, по теме обучения IT-специалистов формально-неформально, это, наверное, то, что я хотел бы рассказать, но расскажу чуть больше. Меня зовут Дмитрий Гуденко, я директор учебного центра специалистов, прим. г. им. Баумана. 30 лет в этом году будет учебному центру, и на сегодняшний день мы являемся крупнейшим учебным центром России по компьютерным технологиям. Миллион триста тысяч человек за все время существования мы обучили, вот, и накопили серьезный опыт. И как раз специфика нашего центра, что мы активно поддерживаем международные стандарты обучения, мы являемся единственным в СНГ членом Ассоциации ЛЛПА, к сожалению, кроме России, никто там не участвует из наших русскоязычных соседей, вот, и мы всегда внедряем в нашу работу именно западные международные стандарты, и, ну, не только западные, российские стандарты на уровне международных, такие стандарты, как лаборатория Касперского, Микрософт, Пасгресс, компании ИССКО и так далее, вот. И как раз поговорю сегодня немножко о цифровой трансформации. Значит, про наш центр на слайде написано, немножко долго говорить не буду. Вот. Самое интересное то, что мы в своей работе руководствуемся определенными стандартами, и наши стандарты – это система гарантий для любого нашего слушателя, что он получит четкие, правильные знания в удобное для него время по приемлемой цене со стопроцентной гарантией качества. То есть, если человек чему-то не научился по нашей вине и не смог через что-то освоить, мы будем учить бесплатно, пока человек не поймет. Ну, кратко так. Вот. Другие гарантии есть на слайде. Я рекламную часть буду делать достаточно маленькой. Что у нас еще интересного? Мы активно экспериментируем с различными форматами обучения и поддерживаем большинство современных форматов, но при этом не отказываемся от классических. То есть, в отличие от многочисленных онлайн-школ, мы сохранили очное обучение, мы сохранили смешанное обучение, дистанционное. Мы учим онлайн, и переход на онлайн-обучение обычных групп мы совершили за 10 лет до того, как это стало критичным, то есть в 2009 году. Вот. И смысл в том, что для каждого человека подходит какой-то свой формат. Кому-то удобно заниматься очно, кому-то онлайн, кому-то в группе, кому-то индивидуально. Одна компания отправляет людей в плановые группы наши, вот другая заказывает корпоративный тренинг. Очень важный момент, что мы не только заканчиваем нашу работу со слушателем на этапе, когда выдвали документы, но также мы активно занимаемся трудоустройством наших выпускников, физических лиц, и поэтому мы понимаем, что творится на рынке труда, и готовим под рынок труда. То есть мы понимаем, что после выдачи диплома или удостоверения о повышении квалификации наша работа с выпускником не заканчивается. Про ассоциацию ЛЛПА – это ведущие учебные центры из 37 стран. От Мексики, Исландии до Австралии и Южной Африки. Один центр, одна страна. Выбирается самый крупный учебный центр, авторизованный Microsoft и имеющий международные стандарты. От России бессменно мы. Немножко про цифровую трансформацию. Что могу сказать? Что цифровая трансформация, конечно, это про людей. И, как говорил профессор Преображенский в известном произведении, что разруха не в клозетах, а в головах. И цифровая трансформация, она не в серверах, она не в компьютерах, она в головах. Она с того, что ставятся правильные задачи. И очень важно, как раз, поскольку головы IT-специалистов, и это, например, нашей работы, и ничего нового в этих головах не появится без обучения и учиться лучше в учебном классе, чем на собственных ошибках. Вот, поэтому мы этим занимаемся очень серьезно. Наш скромный опыт цифровой трансформации. Немножко расскажу. Возможно, кому-то это будет интересно. Мы маленькая компания. Мы всего 150 человек, значит, администрации. И поэтому у нас нет такого гигантского опыта большой цифровой трансформации, как у наших клиентов РЖД, крупных банков, машиностроительных предприятий. Но, тем не менее, у нас есть свой локальный опыт, и я надеюсь, он будет вам полезен. В первую очередь, из интересных вещей. Мы поняли, что главный смысл цифровой трансформации – это изменить наше отношение к тому, как мы работаем. То есть мы должны, когда у нас есть проблема, мы должны ее решать не так, как мы привыкли. Например, не хватает людей, давайте наберем еще людей. Не получается что-то делать, давайте усилим работу. А задаться вопросом, а нельзя ли все это делать по-другому, в цифровом варианте. И, например, что очень важно, что цифровая трансформация – это не просто решить что-то, сделать. Это достаточно длинный и долгий процесс изменений. И когда мы в 2009 году уговаривали преподавателей подключать в свои очные группы еще онлайн-слушателей, этот процесс остянулся на год, и мы за год полностью перестроили мышление более чем 100 преподавателей в мягкой форме. И для нас это был великолепный кейс по управлению изменениями. После чего мы внесли изменения в программу курса по управлению изменениями, и очень гордимся именно тем, что красиво получилось. Понимаете? Красиво, хорошо прошел процесс, и на выходе мы, как все мощным группам, стали добавлять онлайн-слушателей. Следующий момент. Что у нас? Автоматизация расчета зарплаты преподавателей. Пример. То же самое смысл смены мышления заказчиков. Как было раньше. Люди получали данные, эти данные обрабатывали, перестраивали, где-то ошибались, их ругали, потом они так или иначе поступали для расчета в бухгалтерию, например. Что делать сейчас? Мы решили максимально исключить человека из этого процесса. То есть сделать так, чтобы данные поступали из ERP-системы уже максимально подготовленные и требовали минимального ручного труда, минимального контроля. То есть вот этот принцип при организации любого действия уменьшить человеческий фактор, он самый, наверное, интересный для нас был цифровой трансформацией. Ну, соответственно, еще очень важный момент. Внедрение современных инструментов в учебный процесс. Дело в том, что есть организации, которые являются digital native, есть организации, которые уже изначально строились как цифровые. Но мы перестраивались, мы перестраивались в каком-то плане аналоговой организации. Это очное обучение в классах учебных, где живой преподаватель, живые слушатели. И для нас онлайн был не только способом, как очное обучение сделать доступным еще каким-то людям, но также способом, как все лучшее в онлайн обучении сделать доступным для очных слушателей. Такие вещи, как личный кабинет, домашние задания, единое учебное пространство. То есть мы создавали его, пусть с некоторым сопозданием, поскольку у нас не было бешеного финансирования, мы делали все сами, но мы это делали. И мы многому научились, что действительно, мы исповедовали подход, что главное это цель, главное это, скажем так, результат, то чем должен быть обучен. И под это дело мы должны подобрать все те средства, которые сейчас есть, и эти средства сгруппировать вокруг большой цели. То есть мы шли не от того, что, а давайте-ка внедрим вот такую фигню. То есть не от того, что где-то кто-то нам продал какую-то большую систему информационную, и мы начали думать, как ее внедрить, чтобы была цифровая трансформация. Нет, мы шли именно от задачи и пытались решать ту задачу, которая перед нами поставлена, каждый раз с более совершенными инструментами. Так, иду в следующий слайд. Значит, очень важный момент, кого учить. Если хочешь внедрения технологий, учи заказчика. Сначала нужно людям дать понимание, зачем это все делается, и только потом, как этого добиться. Поэтому у нас очень много так называемых обзорных курсов, основы чего-то для не специалистов, основы экономики для неэкономистов, основы интернет-маркетинга, как быть грамотным заказчиком, когда вы заказываете интернет-маркетинг, поисковую оптимизацию, интернет-рекламу и так далее. То есть основы, базовые курсы, которые помогают человеку понять, что он может требовать от специалистов. У Microsoft есть такая же система, это курсы с индексом 900, это вводные курсы, именно для того, чтобы разобраться в технологиях, введение в технологиях. И потом уже идут курсы для специалистов. Потому что если заказчик ставит правильные задачи, то уже заказчик решает вопрос о том, что IT-специалисты должны обладать определенными знаниями для выполнения этой задачи. Потому что если заказчик не ставит такой задачи, то он никак не поймет, зачем и чему учить IT-специалистов. Вот. И получится, что прекраснейшая технология есть, но заказчик о ней не знает, потому что ему не рассказали. А IT-специалисты ей не интересуются, потому что они не понимают, зачем она нужна для них. Вот. И примеры такие могу привести в огромное количество. Что еще интересно? По обучению IT-специалиста. Может быть формальным и неформальным. Вот важный момент. То, хотелось бы сказать, что формально основное обучение, оно... Давайте проголосуем, значит, нужен ли в УЗ IT-специалисту. Эта дискуссия периодически всплывает. Где-то раз в 10 лет, на моей памяти, появляется одна дискуссия. Вот сейчас третья. Пожалуйста, значит, у нас... Прошу в чат написать всех. Лучше мы не этим самым. Ну, можно, в принципе, я попробую запустить опрос. Большинство ответов 0,3 пока что. Да, вот я вижу пока, да. Мы ждем еще ответа. Значит, друзья, прошу, пожалуйста, отвечать, потому что вопрос важный. И споры, опять-таки, возникают. Но я отвечу немножко, как бы дам свое мнение. Мое мнение, что высшее образование в области IT, оно необходимо. Никуда без него не деться. И, в общем-то, оно дает очень хорошую базу. И именно ВУЗы формируют элиту в области информационных технологий. Что еще очень важно, что я достаточно давно слежу за рынком образования вообще, и высшего, и другого. И могу сказать, что по моему глубокому убеждению, частные ВУЗы в области IT не выживут, потому что это очень дорого. Как правило, частные ВУЗы, они живут на деньги родителей, которые платят за обучение своих детей. И IT образование, с учетом того, что требуется не только классные специалисты, но огромные вложения в технику и в технологии, да, постоянно обновляющийся контент, совершенно новые технологии каждый раз, оно в два, в три, в пять раз будет дороже, чем обучение юристов, экономистов и так далее, менеджеров. То, что обычно делают обыкновенные коммерческие ВУЗы. И убедить родителей, что нужно отдать не 50 тысяч рублей в год за обучение в ВУЗе ребенка, а 250, потому что это будет IT-шник, это достаточно тяжелая задача. Поэтому вывод я бы сделал такой, что IT-образование нужно, это элита, и оно должно обязательно поддерживаться государством. Так, следующее идем. По неформальному образованию, обучение на рабочем месте и самообразование. У него есть очень много плюсов, потому что это гибко, потому что это идет постоянно, оно невозможно без него обойтись. По исследованиям западных специалистов по обучению, неформальное образование, обучение на рабочем месте, это гигантский айсберг, а формально любое другое образование, которое мы видим, это только вершина этого айсберга. Это гигантские объемы, но проблема в том, что оно только выглядит бесплатно, потому что на самом деле оно чрезвычайно трудоемко. И достаточно большой сложный контроль, гарантии качества мы не видим какой-то. Также требует больших трудозатрат, потому что это действительно отвлекает много труда. И что еще очень важно, что, к сожалению, когда люди начинают учиться самостоятельно, они начинают учиться на своих ошибках. И ошибки, которые совершает IT-специалист, могут очень дорого обойтись его организацией. Да, он, конечно, научится тому, что вот если бэкапов не делает, то все рухнет и вообще бизнес потеряет миллионы долларов. Но лучше, пусть он лучше этому в учебном классе, поверьте мне. О повышении квалификации, переподготовке, минусы, это чаще типовое, чем заказное. И немного остается от прогресса в технологиях. Потому что понятно, что если технология появилась сегодня, то курсы по ней появятся завтра. То есть это бывает очень, скажем так, не так быстро. Хотя Microsoft нам сейчас дает курсы очень быстро и очень оперативно. И они появляются с очень хорошей скоростью. Но зато мы имеем плюсы. Это гарантия того, что люди будут действительно обучены. Гарантия качества, знания от преподавателей и от коллег. Что очень интересный момент, мы тут сказали. Говорит, хорошо, когда группа большая, потому что есть с кем пообщаться и получить какие-то интересные знания по горизонтали. А не от преподавателя, сказал слушатель. Поэтому как раз вот большие группы, мы ими стали еще больше гордиться. Ну и потом, конечно, это оперативно и это умеренная цена все-таки повышения квалификации. Это доступно каждому и физическим лицам, и компании. Так, времени у меня не так много. Немножко покажу, чем мы учим. Что очень важно. Три измерения IT-специалиста. Hard skills владения технологиями. Без них никуда не деваться, иначе это не специалист. То есть менеджмент, управление людьми обязательно для тех, кто хочет быть не просто исполнителем, но иногда хотя бы кем-то руководить или даже понимать, что от него хочет руководитель, основа менеджмента. И, наконец, soft skills, управление собой. И очень интересно, что иногда эти знания сложно разделить. И, например, управление проектами для IT-специалиста, управление командой проекта. Это на стыке менеджмента, на стыке профессиональных знаний, на стыке soft skills. Компетенции, которые необходимы, посмотрите, пожалуйста, на слайде. Все они есть, презентацию у вас будет. Я так детально не проговариваю. Это очень важно. Значит, это некоторые тренды я сейчас уберу. Вот этот слайд. Что пользуется популярностью? Опять-таки Java, Python, Web-разработка, CISI, Sharp. То есть в основном разработчики. Что за границей, что сейчас. Курсы по безопасности, очень важный момент. DevOps, то, что идет наиболее популярно. Поскольку время ограничено немножко, кажется, я подарил 7 минут Вилсфриду, то я закончу поговорить раньше. У нас есть 2-3 минуты на вопросы. Слушаю внимательно. Ольга. Коллеги, у нас есть вопрос. Скорее предложение об организации обучения по цифровизации здоровья. Как к этому относится? Хорошее предложение. Но, как правило, глубоко специализированные обучения по цифровизации какой-то отрасли идет именно в отраслевых структурах. Поэтому как раз этим заниматься должны все-таки. Мы более универсальный учебный центр. И мы, скажем так, не уходим слишком глубоко в отраслевую специфику. Вот в нашем центре вы найдете именно универсальные моменты, которые применимы ко всем отраслям. Есть ли еще какие-то вопросы, комментарии? Пока вопросов в чате не вижу, предлагаю оставаться на связи. И ваше выступление дополнит Анна Ковинкина. Спасибо. Спасибо.